Разочарованность приводит к гипертонии, ложь приводит к депрессии, злость к самоотравлению, бесконечное вспоминание о прошлом приводит к заболеванию сосудов, зависть приводит к заболеваниям головы и сосудов головы, самоторможение и гиперответственность приводит к диабету, мечты их нереализация к заболеваниям поясницы, нежелание самому принимать решения к заболеваниям почек, нежелание сосредоточиться на конкретной цели к заболеванию половых органов. Человек, который блокирует свои желания, даже мимолетные, приводит к появлению заболеваний кожи, жадность приводит к ожирению и запорам, безысходность к артритам, одержимость к заболеваниям позвоночника, ложь приводит к заболеваниям легких и депрессиям, нежелание нести ответственность за свою жизнь и за жизнь тех людей, которые рядом проживают, приводит к заболеваниям позвоночника и заболеваниям позвоночника шейного отдела, нежелание признать очевидную правду к опухолям груди и щитовидной железы, нежелание любоваться собой как женщиной к нарушению цикла, переживательность к заболеваниям суставов, страх перед едой к мигреням, страх не нравиться людям к искривлению позвоночника, мысли о сексе или навязчивые мысли о сексе, несварению пищи, мысли о нехватке пищи и денег к заболеванию поджелудочной железы и щитовидной, мысли о любви к заболеваниям щитовидной железы, это когда мысли любит, не любит, нравлюсь, не нравлюсь, Нежелание действовать и заниматься предпринимательством или какими-то действиями, которые могут изменить судьбу, приводят к геморрою. Нежелание довести начатое до конца к заболеваниям половых органов. Разочарование в надеждах к воспалению грудных желез у женщин и заболеваниям легких у мужчин. Обреченность и неверие в то, что в жизни может быть хорошо и все может измениться к заболеванию глаз. Также глаза могут страдать от того, что человеку не подчиняются и его желания не хотят реализовывать. Больные ногти, разочарованность в своих силах и амбициях. Волосы выпадают, нежелание отдыхать, бесконечный трудуголизм. Высокая кислотность желудка, желание всех обучать и заставлять подчиняться себе эгоизм. Низкая кислотность, желание не нести ответственность, непонимание точного происходящего в жизни, мимолетность в поступках. Бессонница, боязнь перед совершением действия. Нежелание действовать, недостаточная реализация, самобичевание за то, что мало делает человек в своей жизни. Трудоголизм, грызть ногти, самоедение, украшение своих амбиций, получение радости от создания для себя и других людей страдания. То есть для себя получаешь радость, а когда видишь других людей, стараешься для них создать большое количество страданий. Приводит к онкологии. Вот такие идеи, которые связаны с этим.